Расскажите, пожалуйста, почему врачам полезно посещать российские образовательные форумы, организованные Ассоциацией акустерских анестезиологов и реаниматологов? Вы назвали ключевое слово это образовательное. И именно после наших форумов врач, выйдя и через час придя на работу, может уже реализовать то, что он услышал. То есть форумы имеют абсолютно практическую направленность. Мы знакомим с теми наработками именно практическими, что очень легко реализовать в повседневной практике, плюс знакомим с теми клиническими рекомендациями, которые утверждены Минздравом Российской Федерации. То есть даем в руки врача сразу же оружие, с которым он может идти и начинать работать. У нас нет никаких теорий, у нас вот строгая практическая направленность. Поэтому вот это является принципиально важным. А по вашему опыту, впечатлений, возможно, данным исследований, насколько успешно врачам удается диагностировать и корректировать острые нарушения гемостаза в акушерстве? Современные перинатальные центры уже оснащены. Вот те, которые построены в течение последних 6-7 лет и продолжают, кстати, строиться и запускаться, они уже оснащены по последнему слову техники. У них все возможности есть, только, что называется, используй. Те роддома, которые были, так сказать, более давнюю историю имеют и все прочее, они, конечно, должны подтягиваться в этом отношении в плане оборудования. Это очень важно, потому что лечение кровотечений – это первостепенная задача в акушерстве при лечении критических состояний в акушерстве. Вы рассказали сейчас больше об оборудовании. Мне интересно, все-таки знания в этой сфере врачей очень разнообразны. Может быть, в ежедневном, не знаю, рутине клинической они выпускают какие-то детали из фокуса, которые важны для пациентов? Да, безусловно. Но вот особая важность – это именно экстренная ситуация, когда нет возможности проконсультироваться, ну или на это уйдет очень много времени, нужно самим принимать решения. Именно поэтому врачи просто обязаны обладать целым комплексом таких знаний для принятия быстрого решения. В течение нескольких минут он должен соритироваться и принять решение. Поэтому тут уже рутина, не рутина, он просто обязан это знать, особенно те, кто работают в хирургических специальностях. А в каких случаях актуально обсуждение нутритивной поддержки в акушерстве? Да, абсолютно, потому что это одна из вообще глобальных задач акушерства в целом. Считается адекватное питание женщины – это задача всех международных организаций, от Всемирной организации здравоохранения до Всемирных и региональных вот таких вот акушерских ассоциаций. Каждое руководство, каждая книга по акушерству начинается с главы «Адекватное питание женщины». И на сегодняшний день адекватное питание в мире невероятное количество голодает женщин, беременных женщин, недоедают, это Азия, Африка, еще целый ряд стран. На примере которых очень ярко показана вот эта проблема дефицита адекватного питания и на последующее поколение. Мать, которая недоедает, рожает ребенка, девочку, которая недоедает, которая затем, ну и вот этот оборот, очень сильно сказывается. Поэтому это абсолютно, тем более, что достаточно сложно, ну не то, что обычным питанием, это хорошо, если она адекватно питается, вот то, что есть у нас сегодня на рынке, в качестве продуктов, очень сложно соблюсти баланс микронутриентов, витаминов, оптимального сочетания углеводов, белков и жиров. Поэтому это вот очень важный момент. А при критических состояниях абсолютно доказано влияние на серьезнейшие показатели. Так что же делать беременной женщине в отношении своей нутритивной поддержки, нутритивного здоровья, как ей справляться, как решать эту проблему? Ну, во-первых, ей нужно адекватно питаться, то, что, собственно, ей говорят в каждой женской консультации, но это они, понятно, не соблюдают. На сегодняшний день есть целый ряд сипингов, называю, флакончики с неспортивным питанием. Спасибо Боже, не в спортивных магазинах, ей фитнес-зал не надо. Есть это, продается в соответствующих аптеках, ну, не в любых аптеках, во многих. Вот один флакончик, он содержит энергии, вот суточная прибавка энергии, которая нужна женщине, вот в этом флакончике. Нужно набор всех микроэлементов, которые им необходимы, железо, фолиевая кислота, кальций. Ну, я не перечисляю, там их около 40, а я имею в виду то, что она обязана принимать во время беременности. Я не говорю про белок, энергию и все остальное.